Теперь переходим, будем так говорить, если берем медицинскую сторону, это терапевтическая методика. Мезоденцифальная модуляция или медицинская терминология тех научно-советских клинических организаций, они называют ее МДМ-терапия. То есть мы с надеждой терапия слова не используем, поскольку мы, сказали, что мы работаем в другой сфере. Но в принципе все остальное соответствует. Значит, я представляю современный индивидуализированный и доказательный подход. То есть есть вещи, когда там психотерапевт, они любого загипнотизируют и скажут, что мне хорошо. И в принципе человек с радостью расстанется с деньгами. То есть будет гештальпы обоих, но потом будет отрезвление, когда выйдет. То есть мы стараемся изначально работать немножечко в другом варианте. Значит, что такое МДМ? Это транскраниальная стимуляция переменным импульсным микротоком. То есть мы с зубовым вот изначально ушли от того, что делалось раньше. Делалось с большими токами, были покраснения и так далее, были высокие перевозбуждения. Потому что люди использовали не то. Они не понимали, не верили. Вот мы с ним тогда определились, что проблема возбуждения в неправильных параметрах и неправильных приборах. Но в Украине тогда микрополяризаторов не было. Были поляризаторы, которые являются приборами для гальванизации. То есть методика не новая. И транскраниальная гальванизация была 350 тысяч лет назад. То есть рыбами еще когда-то гальванизировали. Этими банками гальванизировали. Достигали. То есть ничего нового. Мы никаких тут особых изобретений не делаем. Мы только говорим о том, что мы должны четко подбирать параметры для достижения нашей цели. Но если микрополяризация, которую Наталья Юрьевна проводит, как лицензированный вид деятельности, на правильном оборудовании, которое имеет регистрацию медицинскую, и соответственно имеем медицинскую лицензию. То есть вот это легитимно. Ну а поскольку методика развивающая, то она еще работает в дружестве с ней медицинный транспорт. То есть вот это все, есть варианты легитимности. То там постоянный ток. А мы говорим, что есть импульсный ток, и надо понимать его параметры, и как они влияют на человека. Дальше. Мишенью что является? На что мы воздействуем? Мы думаем, на что мы воздействуем. Это глубинная структура головного мозга, это мезонцепалон и генцепалон. Ну или как бы по ниспадающей двойной, а потом уже средний мозг. Значит, механизм. Мы корректируем адаптационные системы путем нормализации их работы или работы нейроэндокринных центров головного мозга. Дальше мы попытаемся это все раскрыть. Что, какие клинические эффекты? То есть это то, что может клиницист подтвердить. Это выраженный антрескессорный эффект, ускорение репаративных процессов в полтора-два раза. То есть это очень важно, и это будет доказано. Значит, серьезный анальгетический эффект, то есть когда снижение боли идет без применения препаратов, анальгетиков. Профилактика осложнений, особенно в остром и подостром периоде. То есть тогда, когда никто никого к пациенту с приборами не допускает. А надо. Вот мы говорим, что микрополяризация очень важна при геморрагическом инсульте в острейший период. Очень важна. То есть, ну, катастрофически меняет, что произойдет с пациентом, если мы свои длины сделаем. Но никто туда его не допустит. Вот. То есть работаем дальше. Повышение качества жизни после тяжелых заболеваний. Мы этим сейчас занимаемся. То есть это вот надо как можно быстрее пациента вывести. То есть это не загонять в депрессию. Первый вопрос. Потому что внутренние силы, если они подавлены, это уже не будет того выхода. То есть человек перестает работать. Почему работать тяжело с инсультниками? Они хотят, но они ничего не могут делать. И еще и, так сказать, те, кто их лечит, они еще и будут депрессировать. Поэтому здесь очень тонкие моменты. Здесь надо очень правильно понимать практику ведения таких вот людей. Профилактика обострения при хронических заболеваниях и даже выздоровления. То есть вот если хронические вещи, ну, к врачам они уже не ходят. Почему? Ну, потому что они уже свыклись с этим и свыклись с тем, что помощи им все равно не будет. Вот здесь есть вариант. Они только ждут осложнений. Мы говорим, да, можно не ждать осложнений. Осложнений можно избежать. Пожалуйста, есть варианты. Дальше. Потенциирование. Большинство из тех, которые прошли тестирование, то есть большинство препаратов, оказывают потенциальное действие. То есть при той же дозе препарата эффект значительно лучше. То есть вот тоже мы дальше это будем рассматривать. Снижение дозы по им препаратам при очень хорошем эффекте, либо вообще монотерапия МДМ. То есть это такие вещи, которые... Это не сегодня. Это никто уже эксперименты не ставит. Эти эксперименты уже поставлены. Мы просто для себя отрабатываем, как это делать. Потому что не все раскрывается из того, что вот опубликовано, а технология либо замыливается, чтобы вы покупали их приборы, либо там есть определенные тайны, но вот когда мы это меряем, мы это быстро фокусы как бы и перебираем. И опять же, если мы берем возрастных больных, то у нас здесь есть очень хорошие варианты сопровождения именно таких вот геронтологических больных. То есть там, где уже человек начал терять, я говорю, что давайте так, вот кривую старения с вертикального практически или быстро с крутым слоном падения, давайте ее заменим на вот такое плавное плато, когда вы будете стареть медленно. Эти варианты очень хорошие, причем это опять же, говорю, это то, что не касается заболевания, это касается деградации возрастной. Вот это вот то, что можно делать, причем не обязательно и возрастной. Значит, как механизм действия? В основном, в этом механизме действия два направления. Это активация опиоидной системы и активация гипоталамогипофизарной системы. Вот, то есть, это все, что находится в центре мозга. Так или иначе. Дальше, что мы получаем? Взаимодействием этих двух активаций мы получаем нормализацию иммунного статуса. Это очень важно сейчас. Это очень важно сейчас. То есть, простая процедура МДМ, когда мы выстраиваем организм, например, после переболевания там COVID-ом, либо другой какой-то, потому что COVID- это нейроинфекция. Что бы вам ни рассказывали, это нейроинфекция. И по первым проявлениям это так. Вот мы когда вернемся там к альфаторному нерву, то есть обонятельный, посмотрите, в какой он паре стоит. Вот это первичное, то есть, если брать млекопитающих, рождаются они слепыми. Зрение тут не важно. Но если у него будет повреждение вот этого центра, он сиську не найдет. Сиську не найдет и умрет, потому что другие щенки, там, котята, они высосут манфу, и ему ничего не останется, когда она к нему придет. То есть, это очень важно. А COVID поражает первым делом вот это. Дальше, через язык очень много, мы даже зубом тогда, вот у нас информация поступает, управление человека с помощью наложения матрицы на язык. Полностью слепой человек, полностью его ведут по лабиринту. Право, влево и так далее. То есть, ну, чтобы вы понимали, то есть, и вот эти вот поражения, которые идут, ну, я как бы не буду вам крамолу тут говорить, ну, на ютуб канале, на этом вот 1 апреля, там, может. Если мы говорим, разбираем только активацию опиоидной системы, в основном это идет через эндогенную выработку бета-эндорфина. То есть, мы не даем таблетку. Мы стимулируем, чтобы система вырабатывала больше этого гормона. Идет антрестрессорное действие и обезболивание. Дальше, если мы говорим о активации гипоталамо-гипофизальной системы, это стимуляция репаративных процессов. Там, конечно, участвует тоже бета-эндорфин, потому что он как гормон, он туда возникает, и он составляет как бы аттракцию. То есть, туда привлекается больше всего. Там, где болит, ну, чтобы вы понимали, да, боль не надо обезболивать. Ее надо устранять. Так вот, она и эффект от этого, она обезболивается, но боль была там, бета-эндорфин пришел, он выставил аттракторы, и туда идут все силы. Как мы говорим, вот там микроциркуляция. Да, микроциркуляцию вы можете создать, а репараций не будет. Почему? Потому что, особенно, если мы говорим о нейрональных каких-то травмах. То есть, есть же варианты, когда с помощью трансвертебральной микрополяризации сращиваются волокна разорванного спинного мозга. Понимаете? То есть, просто надо правильно понимать, как это работает. В результате всего этого мы получаем активацию адаптационной системы и повышение адаптационного потенциала. То есть, организм сможет лучше адаптироваться с меньшими потерями к любой ситуации. Значит, теперь смотрим сферы применения. По большому счету, тяжело найти, где это нельзя применять. Но опять, Илюша, такие сложные вещи. Эндокринология, ревматология, то есть, гастроэнтерология, вообще пульмонология, то есть, там, что кардиология, то есть, там, что напрямую жизненные функции зависят, особенно в автономном режиме, мы не можем их регулировать, поэтому мы их и не понимаем, как они работают. Кольца сердца иногда чувствуют, да? То есть, вот эти вот вещи. Это то, что, как бы, работает очень хорошо. Берем неврология, психиатрия. При хирургии очень хорошо, при планировании операции, сначала сделать МДМ, активировать систему, потому что она имела более высокоадаптационные способности, проводить операции, после операции, опять же, снять стресс после операции от внешнего воздействия, и дальше будет идти абсолютно другой темп выздоровления. Дальше, гинекология. Значит, возьмем даже так, вот, акушерство. Значит, иногда это единственный метод предотвращения выкидышей. То есть, если есть история выкидышей, то это вот практически единственное выкидышей почини плода. То есть, это реакция неправильная. Вместо максимального сбережения, то есть, это, как правило, аллергические реакции. Так вот, мы можем это все снизить. И, я говорю, что это очень эффективно используется. И главное, что иногда это просто единство. То есть, вы не нагружаете ни организм матери, ни организм ребенка чем-то каким-то, а вы просто матери говорите, что то, что ты делаешь, это неправильно. Надо перестроиться, делать по-другому. И все. Значит, гематология, консцентология, очень серьезно травмы и ожоги, и обморожения. Очень по ожогам серьезно. Почему? Серьезнейший шок. Большие поражения, серьезнейший шок. И главное, надо иметь огромный регенеративный потенциал, чтобы это все восстановить. Это огромное поражение, организм априори не имеет на это резерву. И от шока, как правило, погибают. Причем в Днепре, я с ним попытаюсь связаться, потому что в Одессе его ученица, диссертацию, там они доказательность снижения летальности рассматривают. Ну, по-другим, я не буду считать, если вы так хорошо в этом понимаете, возьмите вот на вооружение, есть такие хорошие вещи, которые точно работают. То есть, не надо давать, то есть, опять же, почему при инфекционных заболеваниях проблематика. Есть цитокиновый шторм. Когда это, цитокиновый шторм это хорошо, неадекватный, это плохо, потому что, когда вы прошляпили развитие инфекции, вот, то есть, пик развития инфекции прошел, а вы здесь прошляпили, но зато потом вы даете гипериммунный ответ. И вы выбрасываете антитела вот эти, а они начинают есть все, что слабое. А самые нежные тела это альбиотчики наши. Вот они их чуть-чуть где-то ослаблены, чуть-чуть снижают скорое обращение и они их быстро съедают. Вот здесь мы тоже, ну, еще в прошлом году мы проработали варианты, потому что в мире начали появляться варианты трансауральной стимуляции вагус нерва. Ну, я уже приборщики поспаивал, там и наушники всякие, но мне не очень понравилось близкое расположение электродов. И электроды, как правило, ничем уже не смочить ничего. То есть, я пробовал золотые и серебряные, ну, сама методология наложения не очень хорошая, поэтому эффекты можно получать только в научных исследованиях. А то мы нашли другие варианты, где мы можем неинвазивно стимулировать вагус нерва и легко снимать вот эти цитокиновые проявления, ну, как реакцию, размах симпатической системы, мы ее можем спокойно пригасить. Неинвазивно, а стимулировать вагус нерва. Дальше. Теперь переходим на то, чем хотелось бы заниматься. Это спортивная медицина, реабилитация, профилактика. Я вам оттуда маленький секрет. В России, ну, как бы, их комитет по спорту рекомендует два раза в сезон курса МДН. Минимум два раза в полгода. То есть, это выведение на пик формы. Из пика формы, ну, вернее, и на пике формы вы проводите соревнования, это стресс, независимо от того, вы выиграли, это высокий эмоциональный стресс, у вас очень положительные эмоции. Либо проиграли, то есть, они рассматривают даже два эти варианта, но метод работает положительный этап. Реабилитация. Значит, как вот мы работали по, например, задержкам речи, вот, есть благопеды. Вот они работают, 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 а потом случайно попадается мальчик там или девочка после микрополяризации. И они смотрят, что они начали работать, опа, все пошло. И они понимают, что да, наверное, все-таки надо сначала, вот если, если пациент двух, трех, четырех занятий не дает прогресса, то надо отправить, пусть его немножечко ему кору одну, вторую, там, брока, верника, пусть ему постимулирует, а потом мы достаточно легко профессионально и без напряжения получим результат. То есть мы начали с ним с этого, и там получается ключевой эффект. Если только задержка речевого развития, если психоречевого сложнее, вот если чего, вот ребенок не говорил, не говорил, тя-динь, ключик подобрали, включили, ребенок заговорил, все, для родителей чудо, это у них была единственная в жизни проблема, они проблему эту решили, они исчезли навсегда, и всем рассказывают, и все видят, что да, ребенок заговорил, что мы делали, как мы делали, и работать сарафанами радио. Да, свышилось чудо. Поэтому, вот эти такие, поэтому в реабилитологам, вот это тоже очень хороший вариант, то есть вы можете человека мучить, но если вы не добавляете ему резерву, то вы истощаете его резервы, и ваша работа будет очень тяжелая. А есть вариант, когда вы добавляете параллельно, и причем, более того, я скажу, что вот мы с Надеждой сейчас как работаем, как вот мы при микрополяризации, мы курс закончили 10 дней, а мы говорим, а вам надо работать с логопедом, а если более сложно, это с психологом, реабилитологом, либо любыми другими. Почему? Потому что перестройка мозга только началась, и ее надо закрепить с помощью внешних факторов. То есть мы резервов добавили, а здесь вот мы по-другому, мы добавляем резервов, и иногда даже это можно делать курс перед микрополяризацией, если тяжелый случай, сначала добавить резервов, нормализовать адаптационные механизмы, тогда перевозбуждения не будет, то есть мы сейчас его не допускаем, но это мы можем не допускать немножечко, так сказать, ущерб даже своей эффективности, то есть мы перестрахуемся, а тут мы готовим человека, а потом уже с ним легче работать. Поэтому вот здесь такое, но я говорю, что это не моно, то есть если мы говорим о реабилитации, то есть это комплекс, провели курс, и во время курса, и в межкурсовый период должен кто-то работать, должен закреплять, тогда мы сохраним эффект на достаточно длительное время. Профилактика. Можно я вопросить задам? Скажите, пожалуйста, а вот прежде чем стимулировать там зону верника, брака и так далее, вы делаете электроэнцефлограммы, есть ли противопоказания, если есть, допустим, эпилептическая активность, не в той области, а просто единичный эпикомплекс, значит, смотрите, значит, смотрите, вот что такое количество ЭГЭ, это клиническое ЭГЭ априори, то есть если феномены есть, там спайк волна, там и так далее, это все понятно, это делают, как мы говорили в Одессе, за 50 гривен, если вам нужно выяснить вот это, то есть, но чаще всего, чтобы вы понимали, то есть это вот очень низкий уровень, если вы, ну, грубо говоря, там дрейды чаще появляются, которые с возрастом проходят, то есть это, ну, грубо говоря, не патология, это просто особенность, конечно, это все смотрится сразу, но той записи, которая клиническая, если вы хотите выявить эпилепсию, то это, а, минимум ночной мониторинг, а по-хорошему суточный, все, и это вот мы зубы, мы дошли, мы развернули это так, то есть это два разные вещи, но, количество ЭГЭ базируется на клинике, но мы не ограничиваемся вот этой клиникой, это, конечно, сразу все видно. Эпилепсия является противопоказанием? Значит, эпилепсия может и лечиться микрополяризацией, просто протокол надо писать, куда что ставить, понимаете, когда доктор смотрит, во-первых, даже зубы смотрят по спектрам мощности, сравнивая с нормой, в каждом отведении, причем, опять же, мы берем 19 отведений, а не те приборы, которые украинцы, о которых мы ХАИ говорили, спектромед, ну, не спектромед, это ДХ-системам, ДХ-комплексам, сделайте 19-канальный. Ну, ну все, уже 25-канальный, вот шапочку мы уже привозили, это идет под эпилепсию, стандартное количество электродов, уже 19 мало, потому что надо немножечко расширить височные доли, чтобы смотреть, но, опять, мы не, ну, зубов как бы сейчас начал заниматься, но для вот этих вот вещей, то есть нужно дорабатывать, и иногда электроэнцефалограмма, вот, у вас все хорошо, грубо говоря, вот просто не поймали хеномедов, стимулирули, что-то может появиться, то есть то же самое, оно может проявиться, в первую очередь, перевозбуждение, то есть это чаще все проявляется, если не соблюдаются, неправильно разрабатываются протоколы, тому ребенку помогло такое, и это мы делаем то же самое, нет, каждому вот сейчас вот проводится курс, приехал ассистент, он проводит колечную электроэнцефалограмму, записывает зубы, пьет шифров, и ты пишешь протокол, то есть это индивидуальная схема, вот это все, то что не доходит, здесь мы работаем практически так, но вернемся к профилактике, то есть нам нужно, ну как бы, мне приятнее работать со здоровыми людьми, почему? Больные люди забирают мою энергию, и я это вот работаю, центры МРТ, КТ, я все, весь свой персонал учил, как восстанавливать свою энергию, ну во-первых, иногда это, то есть это, к сожалению, как наука, это у нас погибло, то есть вот превенции у нас нет, поэтому, потому что вот здесь вот, профилактика имеет очень важное значение, и МДМ здесь в абсолютной помощи. Теперь переходим к анатомии, модуляции, да, то есть на что мы будем воздействовать, то есть у нас есть мезанцефалон, вернее есть дианцефалон, который будет состоять из двойного как бы органа, мезанцефалон, это средний наш мозг, дальше мост, ну и дальше медула блангата, будем ее тоже учитывать, потому что там есть те вещи, которые на вариабельность точно влияют, то, чем мы собираемся мерить. вот так это видит вид спереди, то есть мы видим два таламуса, ну и дальше там мы потом перейдем чуть позже, покажу, вот здесь вот вы видите везде вот эти пары краниальных нервов, вот, то есть мы видим, что здесь вот есть оливы, там будем, там дальше покажем, на видео я вам покажу, дальше средний мозг, вот это то, что мы говорим, мезанцефалон, чтобы вы понимали, это вот такая вот структурка, вообще все, что я вам сейчас показываю, это вот такое вот расстояние, там 3-4 сантиметра, и в нем сосредоточена масса функций, так вот же, и здесь и вот субстанция нигра, это черная субстанция, и так далее, всего натыкано очень много, вот это вот все ее водопровод, вот, а вокруг него вот эти вещи, то есть вы, почему я обращаю ваше внимание, потому что есть те вещи, которые почему-то в анатомии, ну вот вы, может быть, опровергните, кто там на капитрах работает и так далее, вот, по некоторым вопросам мне профессора не могут дать ответ, то есть есть закрытая информация, вот это краниальные нервы, понимаете, вот это первая пара, то, что я вам говорил, то, через что первое повреждает коронавирус, вот, ну и дальше их очень много, и они идут очень плотно, ну, смотрите, то есть мы видим, вот это наше, грубо говоря, генцефалон, это то, что окружено желудочками, это таламус и гипоталамус, вот, обращаем внимание на желудочки, то есть это мозговые желудочки, то есть они прикрывают генцефалон сверху и стыкуются по третьему желудочке со средины, а вот рога, боковые рога, да, вот, или нижние рога боковых желудочков, они как раз у нас будут стыковаться, близко лежат и к таламусу, и к гипоталамусу, значит, что, гипоталикварный барьер, гемоталикварный барьер продукции, церковь сканания жидкости, восстановление структур мозга из-за дающего лунного резонатора, это я вам говорю от себя, потому что мы зубовые, смотря на вот эту всю форму, то есть это боковые, третий, сильный водопровод и четвертый желудочек, грубо говоря, арабического такого варианта, здесь вот видите, видите, там красненьким прослеживается в некоторых желудочках, да, это сосудистое слетение, вот они как раз фильтруют как почки вот эту цереброспинальную жидкость, теперь смотри, мозг весь окружен цереброспинальной жидкостью, продуцируется она в желудочках, вот здесь вот посмотрите, то есть мозг или центральная нервная система вся окружена снаружи, но продуцируется она в середине, потому что от этого могут зависеть наши проблемы, вот это вот как бы мозг и внутри него находятся таламусы, таламусы имеют очень сложную, я сразу хочу сказать, что вот это изображение я получил с разрешения Бен Брахим Мухаммада, который сам по рождению марокканец, сейчас работает в Бельгии в центре аутизма, поэтому мы с ним договорились, он сказал, Нина Михайлович, берите, пользуйтесь для, так сказать, вот таких вот целей, поэтому не могу его не упомянуть, он разработал вот этот 3D такие вот изображения, значит, видим, что это неоднородная структура, то есть у нас есть много ядер таламуса, и это как микроскопические вещи, вот мы сейчас будем как-то думать, как на них повлиять, либо на тот, который вот релейные ядра, где и как они работают, и что и как они куда передают, то есть задача очень сложная, но мы будем на ней, вот видите, как вот третий желудочек находится вот здесь с отверстием, через него проходит один, таламус соединяется с другим. Вот видите, все окружено вот этими функциями, дальше как бы будет время, мы остановимся, или будут у вас вопросы. Теперь внизу мы видим гипоталамус, то есть то, что размещается ниже таламуса, это тоже ячеистая такая вот структура, которая, это не просто гипоталамус, это очень много вариантов, которые, будем говорить, работают как эндокринный двигатель всего нашего организма, то есть полностью синхронная, правильная работа полностью синхронно балансирует наше организм. Неправильная работа, то видите, это все-таки парный орган, но заканчивается он гипофизом, который состоит соответственно на АД, на гипофиз и на эрогипофиз. Вот, здесь вот смотрим, за что отвечает терморегуляция, аппетит, просыпание, засыпание и так далее. То есть вот то, что я вам сказал, вот видите, оно входит и заканчивается гипофизом. И вот тот комплекс, который они как бы спокойно могут нам регулировать. Вот, все это как бы выглядит много. Вот, а теперь смотрим опять, мы смотрим, проходим дальше по стволу мозга. То есть вот мы видим уже у нас мезоэнцефалон, мозг, дальше. смотрим, сколько там много мелких элементов, которые громаднейшие функции выполняют. И в том числе это передача информации. Вот видите, вот это все так запутано по разным направлениям, но от того, как четко это работает, вот это мы будем видеть, как у нас, если мы находимся на единичке, двойке или тройке, значит там информация движется правильно. И в принципе, так вот здесь мы видим краниальные нервы. Видите, как оно, вот где, откуда, какая пара выходит, как они там раздвояются и так далее. То есть это вот, здесь большое, на самом деле это очень маленькое. Итак, мы видим средний мозг, мозг и медула. Вот, то есть мы берем теперь, двигаемся дальше, потому что, ну, нам надо понимать, что вот у нас четверополные мезоэнцефалони у нас есть. Дальше, какие, то есть у нас сейчас будет, будет та часть, тот сегмент, который у нас соединяет все функции с большими полушариями. Тоже достаточно интересно, потому что в мезоэнцефалоне вот мы можем брать различные двигательные нарушения, вот такие вот, как идет деградация, дремор и так далее. То есть здесь много вещей, которые связаны и кровятся здесь. Ну, то есть здесь, опять же, центры зрительных слухового рефлекса, то есть это достаточно такие нюансы, такие, когда вы, например, раз там что-то испугались, раз там влево, вправо, звук сюда, вы качнулись, это рефлекторное движение, это не относится к тому, что вы там видите. Оливы, Надежда Юрьевна все просила меня, вот Оливы и пирамиды, это то, из чего состоит, как бы, кончание. Но здесь же находятся центры автономного управления. То есть мы, сердечно-сосудистый центр, то, что я упоминал, вот они находятся здесь. Значит, сейчас я вам показываю варианты, как это происходит. Вот это накладываются электроды. В принципе, по большому счету, две схемы. Есть лоб-затылок и лоб-мостоид. Причем, есть варианты названий транскраниальная электростимуляция. Ну, это, будем так говорить, коммерческие варианты. Пикер называет это транскраниальная электростимуляция и продвигает эту методику. Москва, институт скорой помощи, где они разработали свое, они называют мезоденцифальная модуляция. И мезоденцифальная модуляция, в принципе, термин лучше. Лучше. То есть это, ну, это не стимуляция, это стимуляция с целью чего-то поменять. То есть, ну, что-то стимулируем, а что-то, как бы, меняем. На лоб накладываем, на мостоид накладываем. Я здесь вот вам показываю, это исследовательский стенд, то есть вот это находится энцефалограф, который работает в двух режимах. Он работает и как энцефалограф, можно записать энцефалограмму, и работает как стимулятор. То есть на те же самые электроды я могу подавать стимулирующиеся разнообразные всех возможных форм, которые только есть. От микрополяризации до любых форм импульса. То есть, других таких вариантов в Украине нет. Ну, нам посчастливы. Ну, один такой, к сожалению, уничтоженный. Бывает, не без потерь. То есть, где-то порядка 7 тысяч долларов, без всяких накруток, к сожалению, потерянный. Вот. Теперь вот что, как мы говорим, то есть я вам показываю сейчас вариант стимуляции блуждающего нерва. То есть, это не МДМ, это немножечко другое. То есть, это то, что я сейчас исследую с производителем. Вот. И мы сейчас, вот что мы получаем. То есть, вот здесь вот мы, грубо говоря, мы имеем вот это вот парасимпатический синенький, да? То есть, видим 276 на 336. И видим, симпатика, было 263, а мы снизили до 114. Вот это если, вот это может характеризоваться каким-то в том числе цитокиновым штормом. То есть, мы не знаем, чем это высвано. Но если его никто не пугал, то это все равно что-то изнутри. Либо он себе что-то надумал, это все равно надо успокоить. Но мы видим однозначный результат. Однозначный. То есть, это работает. На западе отработаны приборы неинвазивной стимуляции вагус нерва. То есть, это все. Мы просто это подтверждаем, да? Это действительно работает. Теперь переходим к сферам использования. Причем это лечебное. Смотрите, обратите внимание. То есть, в отличие от ТКМФ, где там можно через день, иногда через три дня там делать, ну, в зависимости от состояния пациента, здесь есть очень жесткое требование. Оно основано на наблюдении. Вот это то, как ведется патология. Первый, да? Ургентная причем патология, где очень серьезные проблемы. То есть, человек пришел уже практически на грани. То есть, никогда сам уже не восстановится. То есть, надо ургентное вмешательство. Но вот мы видим, как это различные гормоны. То есть, бетаэндорфин. Ну, я не знаю, как иммунная система, там, по чем они меряют. Но вот это все. Вот это пять дней. Обратите внимание, и это пять дней. Так вот, мы смотрим, когда начинается вот здесь, это когда применили МДН. То есть, это 3-6 часов. Это в палатах интенсивной терапии. То есть, это реанимация. 3-6 часов, они что-то смотрят. Начинается там в это время, начинается резкое падение бетаэндорфина. Это как раз время, когда нужно начинать МДН. Не через 2 дня, не через 2 недели, когда доктор налечится. Это часы. Все, пошло МДН. Вот мы смотрим. Первые сутки, вторые, третьи, четвертые, пятые. И тут мы видим, что бетаэндорфин вышел на норму. А там бетаэндорфин еще 10-е сутки, а он только к норме приближается. Вот в чем, как бы, эффект. Самодотропный. Черненький, да? Видим. Ну, здесь так, здесь немножечко, как бы по-другому-то это все идет. Понимаете? То есть, вот здесь это все, тогда люди, это все, там, инсулин, там, кортизол, кортизол тоже. Видите, какой всплеск, и как он дальше тянется. А здесь кортизол уже начинает падать очень быстро. Поэтому, это снижает угрозу развития, так называемых, аутоиммунных процессов. То есть, когда организм начинает сжать сам себя, почему? Потому что, во-первых, бета-эндорфин начинает восстанавливать, но в то же время он здесь присаживает немножко относительно того, как там это идет. То есть, вот это вот то, что проделали на уровне лабораторных анализов. Это институт скорой помощи. И они это делали, и они подтвердили. И причем, как вы видите, почему мы говорим, Надежда Юрьевна, обязательно три, первых три-пять дней, исключительно ежедневно. Если человек не может, это выдержит, не надо начинать. Не надо начинать. Мозг мы по-другому не обманем. Это очень устойчивое образование. Сделали перерыв, он считает, что это просто какое-то было внешнее воздействие, которое не надо на него обращать внимание. Все. Мы не перестроим мозг. Поэтому первые пять дней, три-пять дней, однозначно только ежедневно. Дальше уже можно там как-то, ну, желательно тоже через день, не слишком, как бы, растягивать это мероприятие. Почему? Потому что это объективно доказано. Теперь давайте смотреть дальше. В кардиологии динамика, концентрация опиоидных пептидов у больных острым инфарктом миокарда при МДМ терапии. Значит, давайте смотрим здесь что. Вот это вот мы видим контроль. Это тем, которым обычную терапию делают, да? Здесь вот тем, которым делают МДМ. А здесь вот, ну, по дням идет МДМ и уровень содержания, да? То есть мы смотрим, начинают с одинакового уровня. Здесь повысилось даже чуть-чуть больше. Ну, здесь приблизительно так же на уровне. Здесь на третий день почему-то это падает, а здесь от этого уровня все равно подросло. Здесь это чуть-чуть подросло, а это уже подрастает чуть не в два раза от этого уровня. Это начальные, это то, что до МДМ. То есть мы в первый день, во второй уже уровень подрост сравнялся с этим. На третий день этот упал, этот подрост, но после каждого. Вот заканчивалось, у него вот был такой уровень, стал такой. Чуть-чуть понизился, но не до этого уровня. От этого уровня стартуем, повышаем еще выше после стимуляции сразу. От этого уровня, да, чуть-чуть оно присело на следующий день. Начинаем с этого уровня, подтягиваем сюда. Значит, на пятые сутки мы видим огромнейшую эффективность. То есть мы стартовали отсюда, и от этого почти в два раза подтянули. Вот это почему 3-5 дней ежедневно? То есть это не то, что это люди уже это отработали. Ну, мне некогда было, они опыты на люди оставили. Я не ставлю, я использую это вариант. Дальше. Динамика концентрации лейцины, кефалинов у больных острыми инфарктами миокарда на фоне процедуры МДМ. Вот видим до, это чуть-чуть там ниже сотни, и после это практически выше 150. То есть 50% идет добавка. Вот это вот, как это работает. Дальше. Динамика артериального давления. Это то, что бич сейчас будет, еще будет это серьезно развиваться. Значит, смотрим, одна процедура МДМ, да, смотрим, систолическое давление. То есть здесь, грубо говоря, там где-то там 230-240, после стимуляции это 160 безо всякой терапии. Это без всяких препаратов. диастолическая чуть меньше, добавочка, но все равно снижение тоже есть. Вот это вот одноразовое. То есть мы сразу включаем и пытаемся сработать сердечно-сосудистый центр, чтобы с этого вот момента быстренько понизить. Ну, как бы, так говорим, тяжелые патологии и, будем говорить, это хронические вещи. То есть через 2 года. Да, и мы начинаем. Ингибиторы АПФ. То есть смотрим, эти сколько потребляют, те, которые не принимали МДМ, и те, которые принимали МДМ. То есть видите, практически 50 раз. То есть это люди пьют эти таблетки так, как им хочется, так, как оно им облегчает жизнь. Это, ну, грубо говоря, никто им не назначает. Просто у этих потребность значительно меньше. И эффект они получают от меньшей дозы такой же, как и те от большой. Следующие, бета-блокаторы. Смотрим опять еще лучше, как бы, варианты. То есть, мочегонные средства. Очень хорошие, хорошие показатели. Дальше, антагонисты кальция. Тоже разница есть. И другие, то есть мы видим, что можно снижать, на фоне можно снижать, то есть если сочетаны или если какие-то тяжелые препараты, которые вводят что-то, то есть это является палочкой в ручалочке. Дальше, осложнение через два года наблюдения. Острое нарушение мозгового кровообращения. 5 процентов, а здесь 2 процента. То есть, во что это может развиться? Инфаркт миокарда. Опять, может быть, это у тех, те и те больные люди, они в здоровом состоянии себя до этого довели. Но те, кто с МДМ, то есть риск, риск от развития осложнения гораздо меньше. Дальше, например, нарушение ритма. Вот то, что мы как раз и можем мерять. Но здесь вообще с 30 процентов до 9, например, процентов. Понимаете? Это уже очень серьезно. Дальше, летальность. И в летальности тоже видим варианты. То есть, невредная процедура может давать очень серьезный эффект. Это утяжелейший больник. То есть, это то, чем мы не хотим заниматься. Но это как доказательность того, что мы никакие там опыты над пациентами не ставим. Мы просто анализируем и синтезируем наш подход. То есть, мы представляем мою авторскую методику и мы ее с Надеждой Юрьевной будем развивать. Дальше, ожоги. То есть, это тяжелейшие. То есть, ну, кожа, это самый большой орган, человек. И его поражение, особенно в больших объемах, это не то, что стресс. Иногда это заканчивается летальным исходом. То есть, организм просто не переживает вот этого шока от того, что у него чего-то не стало в огромном количестве. Поэтому смотрим МДМ. До лечения, после лечения мы смотрим динамика концентрации самототропного гормона. Это то, что люди проверяют лабораторными исследованиями. Это невозможно вот у нас это дело делать. Но мы ищем что-то, чем-то, чем бы это заменить, чтобы мы это делали оперативно и очень быстро. Видите, то есть, здесь почти там 1,8, там, те, кто МДМ после лечения, да, а здесь, например, начинали с 0,8. Здесь начало почти такое же, а добавочка, те, которые обычные лечения, самототропные, особо-то не увеличился. Понимаете, то есть, есть, но прибавка, но это затягивает процесс лечения, а там наоборот, вот это по ожогам, да, динамика концентрации бета-эндофина, это то, на что мы целимся, Надежда Юрьевна, мы, мы хотим это все получить, потому что это решает многие вопросы. Вот мы смотрим, третий, пятый день, да, то есть, и с НДМ, и с контролем, практически, ну, большой разницы нет. Пятый, десятый, мы уже видим, что бета-эндофина, при НДМ значительно, тринадцатый, семнадцатый, это при ожогах, мы говорим, это тяжелейшая форма, это не инфаркт миокарда, там, грубо говоря, либо какие-то там травмы, там и так далее, то есть, те, которые реанимуются в воде, нет, это огромнейшие поражения, которые нечем заменить, нечем заменить. И мы видим, что здесь на пятый, десятый день, уже началось повышение от группы контроля, которые принимают обычную терапию. Тринадцатый, семнадцатый, в половину выше. А это, что не забывайте, это на летальность идет. То есть, организм не выматывается, а наоборот, усиленно реагинилируется. 20-24, практически, на том же уровне сохраняется. Понимаете, это вот, если при таких тяжелейших вариантах, это идет такое улучшение, то, ну, кстати, эти слайды, это, ну, как бы, без разрешения, ну, я ссылаюсь на Карево, он как бы и разработчик своего оборудования, но он как бы хорошо собрал вот эти все данные воедино. Дальше, механизм действия МДМ при ожогах, то есть, механизм чуть другой. Опять же, опиоидная система запускается, повышается уровень бета-эндорфина в крови, это ведет к улучшению процесса самоадаптации. Дальше, гипоталамогипофизарная система приводит к повышению самоадаптопного гормона в крови. То есть, видите, два гормона, но по разным механизмам, это в итоге ведет к улучшению процесса адаптации. Дальше, механизм снижения боли, потому что многие там филактического шока погибают, то есть, это страшное боли, они не могут переносить. Все, то есть, как, идет улучшение микроциркуляции, улучшение обменов веществ, улучшение метаболизма серотамина, то есть, опять, про серотамин, как бы, мало говорят, но эта тема достаточно запретная. Вот если посмотрите анатомию, вот вы посмотрите, да, гипофиз вы будете видеть почти у всех, а эпифиз только на специализированных, рудоментарных органов. Ну, он же, запомните, он работает с кем? Он работает с патологиями. Он их режет, перед тем, как резать, он смотрит, потом режет, и он это видит, все, я ему доверяю, но, вы же про все это с кем? С больными. То есть, те, которые неправильны вот этим своим поведением, они себя уже довели до того состояния, что этот орган утратил. Так он и покрылся конкрементами, и возникли у него проблемы, потому что он что-то делал не так, и он этот орган погубил. Поэтому, по серотонину, очень важная вещь, это циркадные, соблюдение циркадных, ритмы и так далее. Выравнивая реакции, симпатия, длинного системы. Вот то, что мы говорим. То есть, реакция должна быть адекватная. Дальше. Выравнивая образующих связей между АКТГ и кортизолом. То есть, вот опять же, мы говорим о балансе, не о том, чтобы что-то преобладало и наносило уже вред себе. Так, неврология, психиатрия. Чтобы вы не сомневались, детская или взрослая, вот берите, смотрите, терапия хорошо переносится больным. Побочных эффектов. Иногда у кого-то митильно может быть переходящий, головные боли где-то на первой, третьей процедуре. Дальше никого ничего, в принципе, не будет. То есть, это вот, иногда еще пишут, что может венозный отток, почему бы, что там надо, вот эти вот варианты, как работает цереброспинальная жидкость, вот иногда вот сюда, в синусы, то есть, это надо уже разбираться, это не от МД, это от того, что что-то плохо работает и не обеспечивает венозный отток. То есть, вот это надо смотреть. 90% это шея. Ну, шея, смотрите, мы же опять же говорим, то есть, если мы говорим о цереброспинальной жидкости, то шея там уже не участвует. Ну, потому что... А тут ликвары идет в вены головы, и вены головы, и вены головы... Ну, так все равно, так это все должно, из-под паутинного пространства, это выходит в синус, а потом уже венозное русло. То есть, мы сначала говорим, то есть, если говорим о вот ликварной системе, то она работает чуть-чуть по-другому, и не все. И вот здесь вот очень большие проблемы, почему же там вот Алекс Доман, когда приезжал американец, вот тоже акустическую стимуляцию делает, да, то вот они ставят вот сюда, грубо говоря, на ЦЗ. А вот здесь как раз вот те находятся пальчики, которые и позволяют фильтровать, и выпускать излишки церебровоскулярной жидкости с уже отходами, загрязненной, и ее вот это все утилизировать в венозное русло. То есть, там может быть больше, ну я говорю, что медики над этим не работают, нечем это смотреть и так далее. Ну я говорю, что это очень важное, и я один ролик выпустил, сейчас я со вторым роликом, пока задержался, ну вот сейчас уже как бы многое сделал. Даже тот же Каишковый синдром. Опять же говорю, что здесь есть радикулит, это состояние после нарушения, то есть, постинфарктных инсультов и так далее. То есть, это все позволяет нормализовать и улучшить. Логопедические нарушения, неврозы, положительная клиническая динамика. И самое главное, опять же, тоже можно достичь снижения препаратов. Применение, вот как монотерапия, с алкогольной зависимостью. В Одессе, в Одессе там полинар работает очень серьезно, вот это, ну и они называют ее тест. Ну, в принципе, механизм абсолютно одинаков, и эффект очень хороший. Но мы пока этим, как бы, не занимаемся, но вот варианты аффективных поведенческих нарушений, вот, саматовегетативный показатель улучшить. Вот, это вот как бы то, что мы, в принципе, готовы этим заниматься. Положительный динамик процесс, оригинальный глобальный энергозатрат головного мозга. Это тоже очень важно, чтобы не было перекосов. Дальше, то есть, спокойно можно применять данный метод, и, в принципе, клиницисты для чего нужны, чтобы вы оценивали клинические эффекты. То есть, мы, мы сейчас подготовились к тому, что мы можем оценивать то те же самые клинические эффекты в количественном выражении. Ни у кого больше такой возможности нет. Вот мы говорим, что мы работаем не вслепую, а в зрячую. Дальше, по профилактике, первое, это против стрессовой идеи, действия всех категорий рискованных профессий. То есть, это военные, МЧСники, там, шахтеры, там, ну, любые все, которые работают в агрессивных средствах, в том числе и персонал в медицинских больницах. Потому что, вот, Низа сейчас как раз, да и, в принципе, сейчас все врачи, потому что неизвестно, кто к тебе пришел, и как это обернется, вот, и мнительность уже, как бы, очень сильно перерастает в фобию, там, и тревожность, и так далее. Дальше, это эффективная методика подведения спортсменов, то, что я уже в на пик форме, именно к важным соревнованиям. И, опять же, уход потом от того, чтобы, как, перенагрузки, как это, и как восстановление, правильно начать. Дальше, профилактика наследственных и возрастных деградаций. То есть, это то, что можно делать, это не лечение, это однозначно, это профилактика, это развитие. Дальше, переходим к следующему методу, который мы с зубом давно знали о нем, но я не понимал, как его применять, вот, абсолютно не понимал. Ну, вот, мы вчера уже, как бы, провели один курс микрополяризации, уже, как бы, на пациенте, не на себе, не на своих друзьях, там, и так далее, уже на пациенте. Очень тяжелое состояние, вот, вариантов, как бы, не очень много, и плюс у него 2 цента в голове. То есть, МДМ я не рискую проводить, поскольку нет у меня медицинского сопровождения, а главное, что нет медицинской документации, и импульсной, я не знаю, где расположены эти два, они, можно проводить МРТ, и можно, то есть, они не магнитные, 100%, я посмотрел по производителю, но я не имею снимков, ни сангиографа, операционного, ничего другого, где бы я четко видел расположение, и ориентацию данных статусов. То есть, ну, рисковать на этом пациенте, потому что я говорю, что там, мы вреда не дадим, но если у человека случится осложнение, они однозначно это вяжут в СМБР. Это мы с магнитной стимуляцией транскраниально, это уже проходили тысячу раз. Получаем улучшение, говорят, да нет, это доктор, вот как раз мне тут дал таблетки, это от таблеток, а ваша дорогая процедура нифига им ничего не помогает. Но если какие-то вот осложнения пошли, ну, конечно, это же вот, магнитную стимуляцию делали, конечно, вот от этого шло. ну, люди в депрессии, люди в тревожности, они склонны вот жить какими-то стереотипами. Вот. То есть, теперь, как это работает? Для меня еще не было понятно, что такое солярное. То есть, ну, мы же напрямую общаемся с теми учеными, которые это оправировали, которые эти разработают. То есть, для меня солярное это солнечное сплетение, но мы электроды накладываем на зону кубка. Для меня как-то, ну, я не мог долго это перейти, ну, и как? Во-вторых, что то, что это, это субпороговый. Надежда Юрьевна сначала определяет сенсорный порог, и мы работаем ниже порогой чувствительности. Это, ну, с точки зрения пациента, это чистый шарматанство. И многие врачи-то говорят, ты к нам ничего не чувствуешь. Да, ничего не чувствуете. И вот, чтобы доказать, вот, эффективность мы можем оценить только с помощью вариантов сердечной утики, причем, значительное улучшение. Значительное. То есть, это вот, ну, вот мы спрашиваем, что ты чувствуешь? Какие трансхроняные? Ну, так я же, трансхроняные, но мы там на зубы себе долго, нудно, ночами. Я приезжал, я был генеральным директором, я в Киеве, предприятие, в Чернигове. Я приезжал к нему в Одессу на выходные, мы с ним ночами сидели друг к другу, писали одновременно электроэнцефалограмму и смотрели, я уже начал различать, верить у нас сна, понимаешь, не засыпать, то есть, это все, то есть, мы долго работали, пока мы для себя не поняли, что это безопасно. Мало того, что если там посмотрите мой ролик, я делал, никто не делал это в Украине, никто функциональное МРТ в Украине не сделал, это я не доктор, я его делал, и у меня те мои доктора, которые у меня были, никто даже не приблизился, и лучшие доктора в Украине, никто к этому вопросу, ну хорошо, хотя бы не трактографию освоили, вот, и то уже большой плюс, причем и освоили в клиническом применении, то есть, это уже очень хорошо, вот, поэтому мы пробуем, смотрим, и смотрим, мы подбираем протокол, именно то, не то, что они написали в рекомендациях, а мы смотрим, как определенные параметры влияют на нашего конкретного пациента в ее конкретном состоянии, вот, все мы проверяем, и мы, мы не верили, мы, ну, как бы, когда жена молодая и парень молодой до 40 лет просят, посмотрите, сделайте что-то, помогите, потому что очень плохие анализы, они в шоке, они еще попытались там миостимуляцию делать, опять же, я говорю, как вы делаете, покажите, ну, на себе, возьмите на здоровье, попробуйте, ну, куда вы накладываете, накладываете вот так, вот так, отверху, чайный прибор, работаем так, вот, вот, после этого, берите и накладывайте, начиная, миостимуляция очень хорошо, но только надо уметь это делать, вот, то есть, мы, ну, вот, в Одессе занимались интернеральной нервной системой, там, Браткова, она тоже на кафедре, вот, ну, вот, и уже кафедра, это все хорошо, но, вот, клиническое применение очень важно, вот, поэтому, мы понимаем, что, в интернеральной нервной системе по количеству нейронов она не уступает головному мозгу, что и как там работает, непонятно, но удар под дых, он, как бы, солнечное сплетение он человека вырубает, значит, значит, что-то там есть, но как с этим пользоваться? Я посмотрел у Чуприкова, он же делает латеральную электростимуляцию, не только транскраниальную, так вот, если транскраниальная, у него 15 минут, а если он делал на зоне живота, то он этих же эффектов достигал за 3 минуты, не более 1-3 минута, и то он показывал, какие могут быть отклонения очень серьезные, но он психиатром был, я его понимаю, ну вот мы с его латеральной, грубо говоря, периферической, играться не стали с солярной, там действительно близко к солнечному сплетению, и эффекты, я говорю, что не надо 15-3 минуты, эффекты, с точки зрения психиатрии, сногсшибающие, нам надо только быть с психиатром, вот, поэтому, долго мы шли к этому моменту, но вчера уже мы это как бы сделали уверенно, потому что мы это делали под контролем вариабельность, и мы понимали, как ведет себя человек в очень тяжелой степени патологии, вот, этот вопрос мы теперь уже знаем, что мы это можем предлагать как услугу, вот, и если мы это делаем под контролем, тогда эта услуга может распространиться очень широко, то есть это не голова, это не страшно, вообще ничего не чувствуется, но тут самое главное, вот, не дойти до шарлатанства, то есть надо делать это доказательно, все, спасибо за внимание, теоретические основы мы на сегодня закончили, теперь, давайте попьем чайку, водички, и перейдем уже к практике, то есть то, что мы рассказываем, это не теория, это ни над кем не доказатель, мы сейчас будем каждому, ну, то есть те, кто есть у нас добровольцы, мы ограничены чуть по времени, но вот мы сейчас посмотрим, и я постараюсь вам, как бы, ну, если там не будет каких-то серьезных вещей, то я еще и прокомментирую вот эти вот варианты. А у нас есть.